Что касается сирийской проблемы, у нас сейчас все, как совсем недавно еще, любили Ливию, который долго-долго не вспоминали, а потом вдруг полюбили. Сейчас все наши патриоты бросились любить Сирию. Я думаю, что когда в Сирии все закончится, они о ней опять-таки забудут. Тем не менее, пока к ней привлечено внимание, можно сказать пару слов о том, что, собственно говоря, проклятому окаянному Западу нужно на этой самой Сирии. Нужна ему на самом деле достаточно сложная вещь, именно поэтому столько свистопляски. А именно, с одной стороны, Асад действительно перестал устраивать как партнер. Перестал устраивать по массе причин, одна из которых, кстати говоря, время. Слишком долго держать диктатора на одном месте – это вообще вредно. Человек начинает заедаться, терять края и перестает быть управляемым. С другой стороны, Штатам нужно сохранить так называемый шиитский коридор до Ирана, который отсекает, по большому счету, нефтяносный Аравийский полуостров от Европы. Что позволяет, соответственно, очень хорошо манипулировать, в том числе и нефтяными энергетическими потоками, идущими в Европу. Более того, коридор важнее, собственно говоря, Асада. Асада в конечном итоге можно припугнуть и поставить на место. А выстроенную систему разрушить – это было бы жестоко. Поэтому я думаю, что если он и Асад согласится на целый ряд, скорее всего, неофициально предъявляемых требований, я думаю, что сейчас там где-то в коридорах очень сильно шуршат, так вот, то возможно, что этот самый кризис закончится необычайно мирно. Там действительно найдут химическое оружие, его уничтожат и так далее. Если же человек начнет заедаться, то выяснится, что он обижает каких-нибудь, я не знаю, красных муравьёв, нарушает экологию местных пустынь или ещё что-нибудь. И его всё-таки побомбят. Но это зависит в данном случае именно от американо, собственно, сирийских отношений в нынешнем их формате. Россия в данном случае играет роль, скажем так, публичного противовеса. Но нужно же просто показать, что кто-то находится на стороне Асада. Нельзя же просто так сдаваться. В этом отношении, я думаю, что игра идёт в две руки, и не стоит особенно по этому поводу переживать. С другой стороны, и нам от этого дела ни жарко, ни холодно, поэтому можно расслабиться и любить дальше Сирию, Ливию и прочее.